на прогулку становись всем привет едем с вами гулять рубрика прогулки выходного дня сегодня ехать далеко не надо сейчас все расскажу в общем едем мы с вами в конюшне художником я сама не знала что это место так называют потому что я была здесь ну наверное раз 5 а то и 6 в центре творчества у нас в бардесхане прям у нас в бардесхане бомбончик чего тут мешаешь но подписчики мне скинули информацию что вот у нас три дня подряд в бардесхане это место открыто и там проводится какое-то ну как выставка наверное и в субботу открыто но так мы решили почему бы и нет едем оказывается у нас такая же колония художников творческих людей музыкантов скульпторов ювелиров есть в бардесхане и вот тут даже пробка сейчас покажу из дома в это место нам ехать минут пять не больше на машине и я вижу что с парковкой тут уже прям беда беда это находится рядом со школой хаклаи есть у нас пардесхане это бейт сэфер хаклаи вот это рядом с ней я вас уже сюда привозила но сегодня наверное тут и правда что-то интересненькое сейчас посмотрим чтобы понимать насколько израильтяне любят творчество особенно в выходной день надо просто посмотреть сколько машин и где мы запарковались просто пипец ехали еще пол дороги идем 5 машин 5 минут ехали на машине и еще пять минут будем пешком идти тут вот все занято и это даже не парковка этого места она там с той стороны левее но там тоже все забито и это наша маленькая пардесхана сюда сегодня съезжаются даже с других городов израиля погулять что же там такое интересное что все сюда едут лично у меня цель найти себе красивые сережки и какую-то цепочку или бусы а цель леры картину с котиком или статую котик так что все понятно лера ищет кошачий стиль а мы ищем что-то красивенькое но это как раз самое место а почему конюшни художников ну наверное потому что тут раньше были конюшни и она и сейчас так смотрится как конюшни но это место облюбовали творческие люди и решили окей будем тут творить красоту тут очень много есть таких неформалов ты ве людей которые там вот за природу экологию за натуральное за 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 и за 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 вот сейчас когда я смотрю на эти помещения и правда понимаю что они похожи на конюшни вот творчество в деревне ну а пардесхана еще та деревня так что все сходится тут свой вайп идем валерий уж посмотрим поищем трусы в горошек я какой город не приеду или куда не приеду везде трусы еще до помимо магазинчиков здесь же много также очень оригинальных кафешек очень правильной едой и не только вам сколько здесь людей теперь я понимаю почему так вся парковка забита и здесь смотрите тоже вся парковка забита поляри уж давай пойдем в какие-то магазинчики искать красоту а тут вот керамисты вот какие-то керамические чашки 80 100 шекелей все ручная работа по моему мы нашли то что лерка искала более чем уверена что никакого отношения к котикам это не имеет но увидеть такое прям как на украинском языке давай посмотрим маза а ювелирная какая-то песня это то как будто пассаж попала а на самом деле в конюшню до глаза разбегаются от этого всего а тут какие-то травки муравки чаи это чайной чайный магазинчик какое все я это какие-то необычные растения какая красота думали в израиле мханет смотрите как красиво каждый бутик такой оригинальный и необычный лера мне к эти сережки все показываешь хочу зайчик но но не такие это какие-то такие очень уж натуральные камни пойдем-ка от вышивка какая-то тут людей больше значит что-то интереснее на самом деле какие-то прикольные а сколько здесь блестяшек блестяшек для женщин и сколько тут женщин поисках красоты боже тут ручная работа видите какие классные купальники необычные а тут вот это написано одежда с любовью вот всем пофиг на угрозы ирана все отдыхают выходной день очень красиво очень классно такое прям место туристическое туристическое как будто мы не в израиле и тем более не в пардесхане в пяти минут от дома там у нас такая тишина как будто все вымерли а здесь такая движуха тапки о какой гламур какие часы лирушка черной кошкой крутые видишь сверху это такое волшебство магия тематика вау смотри какой просветленный код здесь лируша вот на стене ага это хэллоуин прям тут котиков хватает это конечно место для девочек каниколоны косички и прически прически на намного на много дней кому надо прическа то это самое то мы не можем нам надо сегодня голову мыть так что не подходит нам такая прическа на неделю правда ли ручка иначе останемся с немытой головой а тут какие-то пластинки лерус иди сюда для пластинок еще надо чтобы был проигрыватель класс вот какой антикварриат а тут кошелечки или нет и собака лежит давай заглянем может будет есть кошельки мне пора обновить но нет тут только сумочки разные такие кофе-шопчики это выпечка какая-то куча цветочков герани если это она и прям толкучка как на рынке и жарко становится сегодня очень теплая погода тут и детей много и собак много всего много лерка проголодалась поэтому заказали пиццу будет ребенок кушать пиццу все те что есть на прилавке и не подходят потому что лерка кушает только оливки и сыр хулиганка по парковке я сказала что израильтяне любят творчество на самом деле израильтян не любят пожрать правда валерию и все кафешки которые забиты тут до отвала говорят именно про это ну а творчество это уже когда желудок сыт ну а теперь на сытый желудок опять можно поискать сережку мне просто нравится сережки белого цвета серебряные а я вот такие разные весюльки а тут я что-то ничего не нахожу так много всего а найти что нравится невозможно много желтого вот такого а такое мне уже совсем не нравится в каждом магазинчике своя музыка каждый магазинчик и здесь под номером конюшня номер 60 61 42 конюшня вот такие вот конюшни захватили художники и творческие люди другие разные и превратили вместо для своей выражение своего искусства выражение своей души и тела леру что котики смотри тут тоже есть кучик боже что это такое это мне не понять котик все-таки популярное животное для творчества тут столько этих котиков разных есть действительно сейчас где-то тут еще был котик вот тоже и такие котики и такой какой-то китайский котик вот сережки опять сейчас но опять таких нет как надо смотрите какие милашечки нашла и тут такое это тоже красиво необычные цветочки даже вот эти больше наверно прикольнее они большие я же большая длинной но эти тоже милые просто одна почему-то конечно же по шаббатам обычно это место не работает но из-за того что вот в эти дни тут проходит фестиваль то сегодня вот в шаббат до восьми вечера они открыты вы можете загуглить урвот оманут пардесхана и найти это местечко и в будние дни она открыта с воскресенья по пятницу они до работают и если вы любите вот такие разные интересные необычные штуки лирушка давай сюда мы тут еще не были то самое время приехать и погулять тем более если у вас допустим нет машины то в будние дни вы можете добраться сюда на автобусе это легко и просто ой как тут картинки какие геолокацию этого места я вам оставлю обязательно в описании приезжайте и получаете удовольствие от вот таких вещей которые радуют глаз сережки я там купила ну не самое идеальное что я хотела ну ладно для разнообразия пусть будут надеюсь что позже найду еще те которые мне больше нравятся если не здесь то в другом месте а вот сейчас уже час дня и люди прям в самом разгаре куча людей вот смотрите какие необычные сережки но я конечно такое носить не очень люблю я за какие-то более-менее стандарты смотрите какие футболки классные винтажные кимоно чего тут только нет а вот и девушка что-то там рисует где рыбки лирушкина нашла рыбку где ты их нашла вот тут в этой кастрюле с зеленой водой лера рыбки нашла что кому золотые рыбки быстро загадываем желание лера может пять загадать их там пять так что вперед вот разная одежда есть очень много из натуральных тканей женщины модницы в поиске но она такая тоже винтажная такие шляпы я к сожалению никогда на голову не одену не привыкла я пока к такой к такому прикиду а люди продолжают кушать отдыхать вот даже цветочки есть но мы купили на шаббат у нас пока свежий букетик что-то еще магическое тут у них вот из стекла выдутые разные вещи как в кейсарии есть место где дуют из стекла красоту а тут еще один магазин красивый сейчас заглянем уж тут еще сережки есть конечно же как без антиквариата и такого блошинного мини рынка вот тут на картинке собака была бы кошка лера позже заинтересовалась ну одежда конечно такая что ее надо бы уже на мусор наверное но не мне решать а тут что-то пустовато да такого хватает у нас на выставках на улице рядом с каждой мусоркой можно встретить может не совсем такое но эй военное время что тут делают каски вдруг их надо на фронт скейт даже есть я вижу тут много бардака разного балагана посмотрите какое чудо природы как говорит лера растение захватила пальму это же не дерево лерушкин смотри какое оно прикольное желтенькое какая красота как невеста как пальма в платье да красиво тут когда-то мы тут были тут фламенко танцевали где-то вот именно рядом с этим местом тут тихо людей нет а вот еще какой робот кто-то его создал но это только так для антуража и здесь местечко какое-то бар такой закрыт в галерею еще зашли посмотреть вдруг какие картины милые есть но пока нет таких такой какой-то светлой классный как которую хочется повесить в салон это делать у нас была такая книжка мы ее куда-то выставили а может ее оттуда и забрали сюда положили мы с лерушкой уже нагулялись люди тоже часть уходит а часть наоборот только приходит потому что тут до вечера еще движуха и по поводу кафе и ресторана там на самом деле много мил милых вещей вещей мест где можно вкусно покушать еда не только здоровая но и вредная все что любят израильтяне в том месте можно найти а мы идем к машине вот такую нам дали руш надо на шаббат у нас блин пятницу субботу постоянно на квадроцитлах разъезжают и шумят ужасно просто очень громко прям по улицам рядом с домом буду заканчивать это видео всем спасибо что гуляли вместе с нами если любите подобные места приезжайте и гуляйте к нам в пардесхану если вы творческий человек переезжайте к нам пардесхану потому что у нас пардесхане прям такая конкретная кавиллах как общество кружок как сказать община община творческих людей они тут тусуются и вот это место это прям центр их тусовки пока пока и встретимся в следующих видео а мы идем к машине потому что она у нас стоит черт знает где